Афера на 9 миллиардов рублей. Таможня пресекла канал нелегальной доставки в Россию предметов роскоши. Клиентами дельцов были весьма состоятельные люди, но они, как выяснилось, могли стать жертвами обмана. Репортаж Павла Мельника. Сверкают всеми гранями, переливаются в лучах софитов. Украшения, каждая стоимостью в несколько миллионов рублей. Они должны были оказаться на прилавке, но попали в музей, как самые дорогие улики в истории Федеральной таможенной службы России. Обмануть таможню на 9 миллиардов рублей прежде не удавалось никому. Вот и импортеры этих предметов роскоши не смогли. Колье из бриллиантов 40 карат или кольца с сапфирами в белом золоте. Суд посчитал, что все это в Россию ввезено незаконно. Штучный товар на самый взыскательный вкус. Мне сравнивать было не с чем. У меня не было образцов для сравнения. Например, вот такое же кольцо, и я где-то нашла фотографию. Реальные бриллианты хорошего качества, реальные изумруды. Не зря же это так дорого стоит. Аромат дорогих сигар и выдержанного коньяка. Вход только по приглашению. Неприметный шоурум в центре Москвы стал настоящей меккой для ценителей роскоши. Респектабельные клиенты все как на подбор из списка самых успешных. Где еще в одном месте им найти все, к чему питают слабость. Шедевры именитых часовщиков из Швейцарии. Средняя цена 15 миллионов рублей. На их фоне кольца с сапфирами. Это что-то на сдачу. Всего-то за миллион. Без платиновой карты среди этих стеллажей делать нечего. Но эти ценники для клиентов на таможне предъявляли поддельные документы, где реальная стоимость изделия занижалась порой в 40 раз. Женские сумки, изготовленные из кожи аллигатора, согласно биркам, стоимость которых доходила до 735 тысяч рублей, возились в Российскую Федерацию как обычные сумки из натуральной кожи. Схемы из 90-х вывели некое ООО «Грейс» на миллиардные обороты. Были случаи, когда бриллианты в Россию вез обыкновенный челнок, вообще без декларации. Экономия на таможенных платежах колоссальная. За 10 лет почти 2,5 миллиарда рублей. Теперь все изъятое великолепие поступит в собственность государства. Будут направлены в охран России и Росимущество для распоряжения в соответствии с законодательством. Кроме того, по делу незаконного использования чужого товарного знака судами принято решение об уничтожении товаров. Уничтожат только ту часть украшений, которая манила фальшивым блеском. Среди драгоценностей нашли и подделки, пускай высокого класса. Неприятный сюрприз для постоянных клиентов этой лавки роскоши. Павел Мельник, Александр Станикович и Игорь Вологдин. Вести.